МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Опасное соседство жителей 17-этажки на Владимирской и нашей телекомпании добиваются выселения центра реабилитации для бывших осужденных. В общественном транспорте Самары усилят безопасность во всех автомобилях и в автобусах, троллейбусах и трамваях появятся камеры видеонаблюдения. На стадион и обратно без пробок и происшествий. Центр организации дорожного движения, который курировал чемпионат, теперь будет следить за проведением домашних игр. Наградили за активное освещение чемпионата мира по футболу. Журналистам и операторам Самары ГИС вручили памятные медали. Спорту все возрасты покорной в Самаре прошли городские соревнования среди ветеранов команды молодости нашей. Опасное соседство. Жители Высотки на Владимирской борются за выселение центра реабилитации бывших осужденных, что расположился на седьмом этаже этого дома. Люди элементарно боятся заходить в подъезд, где они каждый день встречают тех, чье поведение может быть весьма непредсказуемым. В доме нередки драки, а 31-ю квартиру, где находится центр, жильцы называют притоном. Такая ситуация тянется с 2014 года. Но жалобы людей все это время оставались без ответа. Резонанс делу придало нападение на нашего шеф-редактора Ингу Пеннер. Дело в том, что телекомпания Самары ГИС расположена в том же доме. Сегодня благодаря тому, что мы сделали серию материалов об этой проблеме, на встречу с жителями приехали представители полиции, районных властей и сами руководители оскандалившегося благотворительного фонда. Инга Пеннер, которая волею случая оказалась сама героем всех этих событий, представит все точки зрения. А вы кто такой? Ну, а кто вам нужен? А вы кто такой, скажите? Вы здесь проживаете? Да. У вас документы есть при себе? Прописка? Ну. А вы можете показать? Ну, документы. Есть у меня свои документы. Они прямо у нас снимают. У вас есть документы разрешающие? Почему нас снимают? На ваши документы. Выходите отсюда. Покажите ваши документы, которые... Не имеете в виду. Ваши документы. Документы покажите. Документы покажите. Покажем документы. Полиция, скажите. Полиция приедет. Ваши документы покажите. За 31-й квартирой Высоткина-Владимирская давно закрепилась дурная слава. Ее жители и гости, люди, в которых легко можно угадать тех, кто не один год провел в местах не столь отдаленных. По неофициальным данным, здесь проживают не меньше 16 человек. Как итог, у нехорошей квартиры огромные коммунальные долги, по некоторым данным, до полумиллиона. Но это полбеды. Уже долгие годы ее обитатели держат страхи весь дом. И дрались, и наркоманили, и пьяные валяются. Это нельзя даже пройти, на этаж зайти. Были драки, вызывали полицию. Это тоже, кому это нравится, здесь ездят дети. Я сама проработала в органах МВД, 34 года. Я знаю психику, я работала в исправительной колонии, и знаю, что это такое. Люди все равно с неадекватной психикой. Я все понимаю, но может в любой случай быть, произойти. Были факты, когда данные личности, предполагаемые из этой квартиры, просто-напросто пугали. Видите наш подъезд, здесь много закоулков. Мы боимся за наших детей. Жители роптали, жаловались в полицию, но, по их словам, приходили одни отписки, состава преступления нет. А на седьмом этаже расположилась не бандитская малина, как многие могли бы подумать, а некоммерческий благотворительный фонд «Новая эра». Он помогает тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, проще говоря, бывшим осужденным. Многие из которых рецидивисты. Почему для этих благих целей выбрали жилой дом, а в самой квартире нет персонала фонда, охраны, а подопечные предоставлены сами себе – вопрос риторический. Безусловно, мы создаем угрозу безопасного пребывания граждан. Поэтому у меня позиция как у главы района. Безусловно, такие центры нужны, но центры эти должны быть в отдельных помещениях. Как главе района мне поступает информация о том, что центр этот неоднозначный. То есть есть оценки другие, что там наоборот идет раздача наркотиков. Есть объявления наркотического содержания. У нас вообще массовая атака на микрорайон по граффити наркотического содержания. Мы вечером закрашиваем, утром у нас опять по всем домам. Это вот как борьба с витринными мельницами. Откуда же этот источник есть? Я не знаю, какое у этих людей прошлое. Я не знаю, какие у них есть особенности здоровья. Так же, как мои соседи, мы этого все не знаем. А у нас полный подъезд детей. В понедельник 25 октября в доме произошел еще один инцидент, наделавший переполоху. На меня Ингу Пеннир, шеф-редактор новостей телеканала «Самара Гиз», напал в лифте мужчина с ножом. Наш офис расположен в том же доме. Громкие призывы на помощь заставили преступника отступить. Но после этого случая обстановка в доме еще больше накалилась. И мы хотим здесь жить нормальной человеческой жизнью. И спокойно заходить в подъезд. Если кто-то считает, что это имеет право на жизнь, ради Бога, мы тоже так считаем, так пусть эти люди к себе в подъезд, к себе в дом пригласят этот центр. И вот эти варлаганы, пьяные, курят в лифте, едут на улицу, а на улице уже ждут их пять человек. На встречу с жителями пришли представители так называемого фонда «Новая эра». Благотворители с развитой мускулатурой уверяют, бояться нечего. Они только помогают несчастным бывшим рецидивистам и держат ситуацию на контроле. Я видела, что на ваших учредителей зарегистрировано несколько фирм, в том числе по грузоперевозкам. Ничто. Ничто. То есть, получается, вы привлекаете волонтеров просто к бесплатному труду в ваших фирмах? Такая реабилитация идет? Вы вот сейчас говорите о том, что вам там страшно жить. По ответьению на вопрос. Возможно, и занимаются. Какими-то видами. То есть, чем, какими видами? С законной деятельностью. Какой законной деятельностью? Вы можете пояснить, какой ли вы можете пояснить конкретно? На стройке, грузоперевозке, какие-то грязные работы. Внизит трудовые книжки. Какие трудовые книжки? А на какие деньги вы существуете? Мы сейчас о чем говорим? Я хочу понять, на какие деньги реабилитирует Нарканалов. Нас поддерживает православная церковь. Раз. Неправда. Как неправда? Потому что справки наведены. В епархии. В епархии. В Самарской? Конечно, в Самарской. Кто у вас содержит? Я хочу понять, кто дает деньги на реабилитацию Нарканалов. Вы не права, кто вообще основанно сейчас задаете вопрос. Я на правах представителей средств массовой информации. Открутите законы Российской Федерации. Мы даем информацию только, наверное, другим. Нет. Те лица, которые содержатся вот в таких вот учреждениях, не совершили ни одного преступления. За 17-18 год ни одного сообщения о противоправных действиях в этом подъезде не было. Весной вызывала милицию. Весной? Весной. Пришли. А милицию, правильно, они говорят, нам сказали их не трогать. Ну что сейчас? Мы не можем их трогать. Вы живете спокойно в своей квартире, а я неспокойно. Ко мне звонят, ко мне стучат. Дверь не открываем, все равно стучат. Я вам сейчас специально заявляю, отсюда все люди съедут. Отсюда съедут люди. Когда? Сегодня. Так вас устроит? Все. Вопросы с чем-то? Впрочем, спустя несколько минут версия поменялась. Я вам заявляю, что до 1 января 2019 года здесь реабилитационного центра не будет. Я хотела обратить внимание, что представители этого центра сняли на видео сверху. И все успокоятся, поговорят у вас на канале, поговорят еще, и опять они все успокоятся. Я абсолютно не знаю, ваша спасибо. Опять нет, вот не будет никто за это ничего не отвечать, никто ничего не будет проверять. Один разговор. Действительно ли благотворительный фонд переедет, или это пустой разговор, мы обязательно расскажем. Телекомпания «Самар и ГИСЧ» и сотрудники без сопровождения боятся приходить на работу, будет следить за развитием событий. Инга Пеннер, Константин Головин. События. Посторонним вход воспрещен. Департамент образования совместно с Росгвардией тестирует безопасность самарских школ. Проверяют, как организовано дежурство и работает ли техника. Видеокамеры, тревожная кнопка и пропускной контроль. Данил Лучко проверил, можно ли обойти систему защиты. По легенде, в школе находят подозрительную оранжевую сумку. Охранник немедленно ее осматривает, не прикасаясь, нажимая тревожную кнопку. На вызов приезжает двое росгвардейцев. Добрый день. Кнопочку нажимали. Да, есть подозрительная сумка, причина была. Но тревога оказалась ложной. Один из учеников просто забыл свой рюкзак, когда переобувался. Стоя. В 16-й школе Самары, говорят, к вопросу безопасности подходят строго. Охрана, металлодетектор, камеры и жесткая пропускная система. Безопасность начинается с улицы. Камеры видеонаблюдения фиксируют каждый метр школы. Проверка продолжается и внутри. Нужно пройти через металлоискатель, показать сумку и приложить специальный пропуск. Такие карточки есть только у учеников и учителей. Посторонним вход воспрещен. Если все-таки нужно попасть внутрь, вопрос может решить директор. Безопасность поддерживают и сами сотрудники школы. Для работы с подростками в штат принят еще один психолог. С сентября месяца мы приняли дополнительно еще в штат второго психолога. У нас сейчас организована очень серьезная работа с ребятами подросткового возраста. Проводится индивидуальная консультация, групповые. У нас во всех школах организовано дежурство. То есть у нас есть дежурный администратор, у нас есть дежурные учителя, которые следят за тем, что происходит уже внутри. В 29-й школе 6 видеокамер расположены на всех входах и выходах. Городской департамент образования совместно с Росгвардией проводит проверки во всех самарских школах с 15 октября. Результаты показали, большинство учреждений оборудованы самыми современными технологиями. Родители говорят, принятыми мерами довольны. В нашей школе это происходит все на высоком уровне, я считаю, что я спокойна за свою дочь при входе и при выходе. Вообще могу сказать, что я спокойна, когда у меня ребенок уходит в школу. В общем-то, на входе в школу всегда сидит охрана. В планах департамента образования проверить до следующей пятницы еще около 20 школ. Потом наступит очередь детских садов и учреждений доп. образования. Данила Лычко, Василий Колдашов. События. Безопасность планируют усилить и в общественном транспорте. Водители-кондукторы регулярно проходят инструктаж, как вести себя в экстренной ситуации. А в ближайшее время все автобусы и троллейбусы города оснастят камерами видеонаблюдения. Мэри Елчан подробнее. Соблюдение графика движения, комфорт пассажиров и безопасность превыше всего. Для повышения безопасности перевозок с водителями автобусов, троллейбусов и трамваев постоянно проводят инструктажи и учения. В частности, как вести себя при обнаружении подозрительных предметов в салонах транспортных средств. Для пассажиров готовят памятки. Весь общественный транспорт Самары должны обеспечить системами видеонаблюдения, камерами и видеорегистраторами. Чтобы снять дополнительную нагрузку на бюджет города, перевозчики предложили внести новые стандарты. Подвижной состав уже с завода должен выходить оснащенным видеофиксацией. В настоящее время оснащена каждая шестая машина. Это те, что были подготовлены к проведению Мундиаля. У нас есть уже положительный опыт, когда в преддверии чемпионата мира мы и трамваи наши, и автобусы, вот все, что весь подвижной состав, который работал на маршрутах, шаттлах, мы этими камерами оборудовали. Речь идет именно о муниципальном транспорте, в отношении которого налажен жесткий контроль выпуска на линию. В первую очередь со стороны профильного департамента, чего не скажешь о частных перевозчиках. Безусловно, маленькие маршрутные такси более быстрые и маневренные. Малогабаритные автобусы заменены современными низкопольными, курсируют новые лиазы и мазы. Так, анализ статистики ДТП с участием городского транспорта показывает, что стало гораздо меньше наездов на пешеходов. Всего же, по данным автоинспекции, за 2018 год в Самарской области зарегистрировано свыше 200 ДТП с участием водителей автобусов. Шесть человек погибли. На постоянной основе в ГИБДД действует специализированная группа, которая контролирует, чтобы водители соблюдали все требования безопасности. Еженедельно проводятся рейды с транспортным надзором. Самая большая проблема на сегодня – это падение пассажиров в автобусах. Единственным вариантом, скажем так, борьбы с падением пассажиров может стать в том числе и фиксация обстановки внутри салона. Во всяком случае, с учетом этого будут определены у нас причины и механизмы. И тогда мы сможем разрабатывать совместно с перевозчиками какие-то меры, направленные на предотвращение. Самарская область находится на 14-м месте в России по количеству ДТП из-за нарушений правил дорожного движения водителями автобусов. И на 4-м месте в Приволжском округе. Мэри Елчан, Василий Калдашов. События. Наследие Мундиали для домашних матчей. Региональный центр управления пассажирскими перевозками продолжает отслеживать путь болельщиков до стадиона, но уже на домашние матчи. Как центр помогает решить проблему пробок и какое количество камер наблюдения для этого необходимо, узнала Кристина Инчина. Безопасность дороги до стадиона и обратно была одним из важных пунктов проведения чемпионата мира в Самаре. И чтобы отследить путь болельщиков, был создан региональный центр управления пассажирскими перевозками. С его помощью в режиме реального времени решались вопросы транспортной обстановки на дороге. Центр управления продолжает свою работу, но уже на домашних матчах. Размещено рабочее место с выводом сюда данных с безопасного города, который также позволяет своевременно выявлять различные ДТП, события на дорогах и совместными решениями с коллегами с региональным центром управления пассажирскими перевозками принимать необходимые решения совместно с ГИБДД или либо с другими структурами для того, чтобы быстро решать возникшие какие-то ситуации. Отслеживать обстановку на дороге помогает система «Безопасный город». Это более 450 камер видеонаблюдения с возможностью поворота на 360 градусов. Они установлены по всей территории города в ключевых точках. Автоматическая система управления дорожным движением следит за изменением трафика и возникновением пробок, а в случае внештатных ситуаций помогает осуществить смену сигнала светофоров. В период чемпионата эта система себя зарекомендовала отлично. И после проведения игр она у нас осталась, сохранилась. Это наше положительное наследие. И когда уже после проведения чемпионата у нас играют «Крылья Советов», мы также собираемся тем же составом и также все вопросы оперативно регулируем. Следующая игра на главном стадионе Самары состоится уже в понедельник. Болельщики могут быть спокойны. Путь до матча «Крыльев Советов» с питерским «Зенитом» будет под контролем местного центра управления. Кристина Инчина, Дмитрий Мешканцов. События. Каким будет внешний облик здания кассационного суда, решает экспертное сообщество. Напомню, решение о размещении в Самаре 6-го кассационного суда общей юрисдикцией принято летом этого года. Он будет вышестоящей инстанцией для апелляционных судов, судов субъекта России, районных судов и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. Лариса Шалафаст продолжит тему. На суд экспертов представили 4 предварительных версии эскиза оформления фасада здания кассационного суда. Первая версия – классическая. Вторая подразумевает классическую нижнюю часть и более современный верх с преобладанием стекла и металла. Третий вариант отличается расширенной входной группой. Четвертый, по словам авторов, подразумевает интегрирование классического стиля в имеющийся современный облик здания. Входные ступени и крыльца желательно закрыть от осадков, от того же снега и так далее. У нас вход в цокольный этаж осуществляется для работников суда. А наверх, в этом время спринжуточного уровня, посетители входят наверх, а работники сюда вниз. Вот этот весь блок, его закрыть стеклом. То есть действительно мог бы появиться какой-то портал. И такой портал единственно нарисован, по сути, как бы во втором варианте. Большинство экспертов высказались за второй и третий варианты оформления фасада здания. Но окончательный выбор еще предстоит сделать. Я попрошу объединиться в части до обсуждения вариантов, дабы нам не потерять, с одной стороны, сегодняшней воздушности одного варианта, строгости и торжественности другого варианта. Я бы попросил вас объединиться в этом вопросе и решить одну задачу, чтобы гордость была и у губернатора, чтобы он мог этот проект показать и президенту, и председателю Верховного суда. Сейчас также продолжается разработка дизайн проекта по благоустройству Крымской площади и колористическому облику фасадов 34 домов. Лариса Шлафаст, Сергей Баскин, Дмитрий Мешканцов. События. Круглые сутки на страже порядка. Быть всегда на чеку, чтобы предотвратить преступления – задача отдела вневедомственной охраны. В рабочую атмосферу хранителей имущества и правопорядка окунулась мэрия Елчан. 24 часа в сутки отдел вневедомственной охраны обеспечивает безопасность жителей Самары. Нашей съемочной группе сегодня удалось побывать на одном из объектов, где сработала сигнализация. Экипажи и инструктаж прошли. Бронеуказки и оружие получили. Можно по машинам. Группа задержания патрулировала промышленный район, когда в офисном здании на улице Антонова-Овсеенко срабатывает сигнализация. Силовики сразу выезжают на место. На связи 33-й. Вызов принял. Выдвигаемся. Выдвигаемся. Силовики осматривают здание. Двери и окна закрыты, а лампа сигнализации моргает. Росгвардейцы рассказывают, иногда датчик реагирует на сильный ветер. Но игнорировать вызов никак нельзя. Поэтому нужно взять объект под охрану до приезда собственника. Чаще всего приходится сталкиваться на улицах. Это кражи сохраняемых с магазинов, которые у нас тоже много под охраной. Выезжает группа, задерживают. Либо по горячим следам. Большее число преступлений выпадает на вечер пятницы и субботы. По будням вызовы есть, но реже. Объекты, откуда поступают сигналы тревоги, самые разные. Больницы, детские сады, магазины. Росгвардейцы делятся. Курьезных случаев так много, что все и не упомнишь. Женщины в возрасте уже, ну как в возрасте, лет 50 может. Ботинки хотела детям купить в торговом центре. Месяца, чтобы купить, положила у себя сумку и ушла. Группы задержаний несут службу круглосуточно. Ежедневно 12 экипажей патрулируют промышленные и советские районы. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События. За оперативное освещение Мундиаля журналистов и операторов нашего телеканала отметили памятными медалями. Благодаря их слаженной работе жители всегда оперативно получали информацию о том, как город встречает иностранных гостей и болеет на стадионе. Наши съемочные группы были повсюду. На фан-зоне, в пресс-центре на Самара-Арена, в аэропорту, во время прилета сборных. Сегодня наградили операторов Сергея Баскина, Григория Плешакова, Артема Сулайманова, а также нашего корреспондента Даниила Лучко. Вообще, эта награда для меня уникальна и очень значительна, потому что это первая награда в области журналистики. То есть, она подчеркивает, что наконец-то какой-то успех виден на городском уровне. Подчеркнули, отметили. Очень приятно. Финишная прямая Самара готовится к церемонии награждения победителей конкурса «Студент года-2018». Наша съемочная группа пообщалась с организаторами и узнала, что ждет участников конкурса. Организаторы конкурса «Студент года» рассказали, чего ожидать от предстоящей церемонии награждения. Конкурс проводится в России уже не в первый год, и каждый раз участников ждет что-то новое. К примеру, номинация «Староста года», которая сразу же стала одной из самых популярных. А самой массовой оказалась номинация «Доброволец года». Организаторы связывают это с проведением в России «Года волонтера». Самое большое количество заявок и ребят, которые пришли на конкурс «Студент года», они подались в номинацию «Доброволец года». Это 71 заявка. То есть, по факту, на одно место победителя в этой номинации претендовали 71 человек. Всего на участие в конкурсе подали заявки 428 человек. Из них 65 стали номинантами. Это студенты вузов и СУЗов. Чтобы уравнять шансы на победу, организаторы конкурса разделили некоторые номинации для образовательных организаций. Всего будет выбрано 13 победителей, по одному для каждой номинации, включая гран-при. Эту награду лично вручит губернатор области Дмитрий Азаров. Церемония награждения состоится 11 ноября в комплексе МТЛ-Арена. По традиции, лучших студентов области ждет музыкальный подарок. В этом году хедлайнером нашей церемонии будет популярная молодежная группа «Мальбек и Сюзанна». Эта группа является сейчас в числе топовых, входит в всевозможные чарты, чарты iTunes, чарты Яндекс.Музыка. Помимо выступления группы «Мальбека и Сюзанна», гостей ждет выступление артистов КВН и тематическая фотозона. Организаторы надеются, что с каждым годом участников конкурса будет все больше. Кристина Инчина, Анастасия Ярыгина, Григорий Пришаков. События. Сборная России по футболу приезжает в Самару в воскресенье. Об этом и о том, как сыграли тольяттинские гандболистки и самарские хоккеисты, расскажет Сергей Кизоркин. Здравствуйте! Вы смотрите «Самарские новости спорта». Расскажу о них я, Сергей Кизоркин. Сборная России по футболу сыграет в Самаре против «Крыльев Советов». Гандбольная «Лада» проиграла Ростову в чемпионате страны. ЦСКА ВВС уступил «Барсу» по булитам в высшей хоккейной лиге. В очередном матче высшей хоккейной лиги самморский ЦСКА ВВС проиграл казанскому «Барсу», хотя в начале матча ничего не предвещало беды. Летчики благодаря шайбам Дениса Луцева и Александра Степаненко вели в счете до конца третьего периода, но гости сумели добиться ничьей 2-2. Овертайм не выявил победителя в серии булитов, «Барс» оказался удачливее 3-2. Досадное поражение и летчики пока на 18-м месте из 29-ти. Тольяттинская «Лада» на третьем. Лидер высшей хоккейной лиги по-прежнему Тюменский Рубин. Не повезло на этой неделе и Тольяттинской «Ладе». В седьмом матче чемпионат России по гандболу среди команд Суперлиги она уступила Ростов-Дону со счетом 27-33. Первый тайм девушки тоже проиграли 14-17. Потерпев первое поражение в этом сезоне, «Лада» опустилась на третье место в Суперлиге. Ростов второй, лидер Краснодарская Кубань. В Самару приезжает сборная России по футболу. В воскресенье, 28 октября, после реконструкции стадиона «Металлург» пройдет товарищеский матч с командой «Крылья Советов». На обновленное искусственное поле выйдут ветераны «Кому за 50». Начало матча в 4 часа вечера. Вход свободный. Среди зрителей разыграют билеты на игру «Крылья Советов-Зенит» в Премьер-лиге. Это были самарские новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Хороших вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»!